Один из компонентов популярных успокоительных – кроволола и волокордина – приравняли к транквилизаторам. С 8 августа целый ряд веществ включили в список наркотических и психотропных средств, подлежащих особому контролю. В список попал и фенобарбитал натрия, который в малых дозах входит в состав сердечных капель. Помимо фенобарбитала, список транквилизаторов пополнили еще ряд веществ. В общем перечне 21 пункт. По международной конвенции еще 1971 года подобного рода препараты, они во всем мире, в цивилизованном мире находятся, естественно, под контролем. Каких-либо изменений в режиме вот этого отпуска не будет и соответствующие ФСКН в центре и на местах не планируют проведения каких-то мероприятий жестких, которые могли бы повлечь, ну, приостановку, скажем так, выдачу людям лекарств, какие-то заминки. В аптеках ужесточились правила учета и хранения препаратов, содержащих ныне запрещенные вещества. Фармацевты уверяют, что беспокоиться не о чем. Волокордин и кроволол по-прежнему будут отпускаться без рецепта, так как количество психотропного вещества в этих успокоительных минимально. Оба эти препараты и волокордин, и кроволол, валосердин, антипал, они отпускаются все так же без рецепта врача. Кроволол входит в перечень минимального ассортимента, то есть это приказ 805-й, поэтому все остается пока без изменений. Но так как сильнодействующее вещество все-таки содержится в популярных лекарствах, то во многих аптеках их продажа ограничена двумя упаковками в одни руки. Тем самым фармацевты перестраховываются, а чиновники надеются, что так называемой кодеиновой паники не будет, и в аптеках не выстроятся очереди за бутылочкой кроволола. Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново